Эмирик Шопрат В книге есть глава, посвященная событиям 11 сентября 2001 года в США. В нее я включил как официальную американскую версию событий, так и версию экспертов, сомневающихся в ее правдивости. А коллеги обвинили меня в том, что своим авторитетом, а я достаточно авторитетен в сфере безопасности, своей репутацией я поддерживаю точку зрения, которая оспаривает официальную версию. В конце концов, мне пришлось уволиться. Я был приглашен на референдум в Крым в качестве международного наблюдателя. И происходило там все совсем не так, как об этом рассказывают западные СМИ, которые внушают людям, что голосование проходило под дулами русских автоматов. Очень важно понять, что это было именно воссоединение, а не сепаратизм. С утра я был в Симферополе, после обеда поехал в Севастополь. Я сам выбирал маршрут и беспрепятственно проходил на все избирательные участки, которые хотел посетить. Я также наблюдал за тем, как голосовали представители татарской общины Крыма. Они голосовали менее активно, потому что татарский лидер призывал бойкотировать референдум. И они боялись. Были угрозы. Но участие татар стало более активным с наступлением темноты. Люди приходили на избирательные участки, не желая быть узнанными. Так что, в общем, референдум прошел отлично. И его результаты не вызывают удивления, если принять во внимание историю развития этого региона и народа его населяющего. Конечно, США и европейские страны, которые следуют американской политике, не достойны доверия. Начиная с момента распада СССР, эти страны ведут захватнические войны повсюду в мире. И не этим странам учить Россию морали или международному праву. Не этим. Я профессионально занимаюсь международным правом и геополитикой. Так вот, по моему мнению, как исторически, так и согласно Конституции, этот референдум был абсолютно законен. Главной целью цветных революций в Грузии и на Украине было установление в Москве правительства подвластного американской геополитики и личным интересом немногочисленных олигархов, как Ходорковский и другие. И украинский Майдан – это очередной шаг к главной цели – разрушение суверенитета России. Есть чрезвычайно важный проект строительства во Франции двух кораблей типа «Мистраль». На сегодняшний день наш посол в США ежедневно испытывает колоссальное давление со стороны Вашингтона. Американцы стараются убедить Францию разорвать этот контракт с Россией. Хотят, чтобы Франция не выполнила свои обязательства. А это 1,2 миллиарда евро. США не хотят военного сотрудничества между Францией и Россией. И, во-вторых, хотят разрушить оборонную промышленность Франции. Ведь если мы не выполним свои обязательства по контракту, сразу потеряем доверие у стран, которые заинтересованы в покупке подобных технологий. Если Франция и Германия и дальше останутся пешками в американском атлантистском проекте, есть реальная угроза войны. С Россией и с Китаем. Я совсем не против американцев. Речь не о американофобии, а о проекте глобализации, созданной американскими олигархами. Это очень опасный проект. Опасный для всех стран и народов. Проект, который целые народы превращают в рабов. Если Запад действительно прервет экономические связи с Россией, это будет, прежде всего, катастрофой для них. В особенности для Германии, которая вложила около 80 миллиардов евро в экономику России. Которая покупает российский газ на 133 миллиарда долларов в год и очень зависит от этого газа. То, что Германия настолько конкурентоспособна, имеет 200 миллиардов евро профицита госбюджета, все это, в том числе, благодаря дешевому российскому газу. А то, что американский сланцевый газ может заменить русский, это иллюзия, которую Америка навязывает Европе. Я часто общаюсь с руководителями крупных предприятий Франции, и они говорят, если сравнивать с Китаем, в Китае нужно инвестировать много, но доходность невысока. А если инвестировать в Россию, то зарабатывать деньги действительно получается, инвестиции работают. Так что я надеюсь, что страны Евросоюза будут достаточно мудры, чтобы принять во внимание тот факт, что им есть что терять в случае разрыва экономических отношений с Россией. Но есть еще и другая сторона в этом вопросе. Деньги – это не все. Достоинства русского народа, его исторические права, воссоединение русских людей и русских земель. Ради всего этого можно пойти на какие-то жертвы. Русские должны это понимать. Людям необходимо осознать, что существует западня, созданная американскими и английскими финансовыми кругами, цель которых – внести разлад в отношения России с Украиной, России с Европой, подтолкнуть нас к войне. Но что меня также интересует в России – это не только ее потенциал для создания мультиполярного мира и геополитического равновесия. Это еще и отличная от западной цивилизационная модель. Модель, где во главу угла ставится человек, который полностью противоположен культу денег. Вот эта модель интересует меня чрезвычайно. И тут, по моему мнению, Россия может стать источником надежды для многих народов мира, потому что она несет в себе эту альтернативную цивилизационную модель. Она альтернативная модель. Продолжение следует... Продолжение следует...